всем большой-пребольшой привет в этом видео я вам покажу проект project pen это проект использовать и выбросить декоративная косметика на месяц предыдущему большое видео там можно увидеть в сентябре более сокращенный вариант в октябре сейчас пришел ноябрь и я в этом видео хочу вам показать то что идет на зачистку то есть то что я отдаю либо выбрасываю избавляюсь декоративной косметики и то что я непосредственно добавляю в свою косметичку и буду чем-то продолжать пользоваться не на проекте а просто то что я уже использую что-то мне нужно будет доделать закончить и в этом видео я как раз то вам все покажу продукта будет немного по 6 количество до 100 и с другой стороны поэтому если вам интересна такая тема видеоролика то оставайтесь со мной всем желаю приятного просмотра первое то что я покажу это вот такая вот тушь она приходила в красивой упаковке но не совсем она мне подошла потому что она конечно не является никакой не водостойкой не еще какой-то то есть это обычная базовая тушь которая дает дневной эффект я эту тушь покупала по скидке это постел и в принципе я довольна за 300 чем-то рублей но хотя вообще наверное за 300 можно получше тушь купить но есть из нее из ее плюсов то что она из плюсов да сначала скажу из плюсов то что она хорошо удлиняет реснички разделяет не делает комочки не вызывает аллергии у нее силиконовая щеточка тушь у меня это было черта а из минусов то что она может оставлять точки она не заявлено водостойкой но она может смазаться где-то отпечататься в течение дня и то что она очень быстро высыхает то есть буквально пару месяцев и тушь уже не работает к сожалению но я отдам знаю что у меня тушь принимают мои девчонки мои тушь все поэтому эту тушь я буду отдавать дальше у меня к сожалению у вас прошу прощения без спецэффектов никогда никак упал как раз он у меня этот продукт это вот этот вот продукт от компании фаберлик у меня он очень давно и это серия глэмон роуз предыдущий я вам показывала по моему в предыдущей зачистке у меня он испортился вот этот я брала чуть попозже 2 и он у меня тоже к сожалению испортился это масло для губ то предыдущая была с эффектом покалывания с каким-то таким знаете холодком вот это масло уже идет обычно я вам сводч его покажу и спонж то есть спонж идет обычный как у бресков был приятный запах а сейчас он остался приятный но у него появился привкус это масло ну практически вода видно сейчас на исходе то есть его не так много осталось и она очень хорош и приятно мне нравилось у меня это был оттенок 41 130 если где-то увидите на распродаже могу посоветовать давайте сводчим сделаю его наверно практически не видно сейчас фокус не хочет ловиться ну вот видно его отблеск то у нас солнечно то солнышко сейчас ушло конечно же как я снимать видео и у нас сегодня 3 ноября наверное начале декабря вам сниму следующую часть там уже будет что-то на зиму но так как ноябрь такой месяц переходный от осени к зиме я считаю уже довольно холодно у нас есть снег поэтому некоторые продукты которые добавлю будут уже и возможно и в зиме тоже дальше покажу вам две подводки которые буду убирать тоже я вообще вот это все что у меня сегодня есть кроме одного продукта я буду выкидывать остальное я планирую отдать просто подводка первое это которая заказывала на вайлберес сейчас попробую сфокусировать порно на заднем плане фокусировать камера что-то чудит совсем это fit fit colors вот вот такого цвета она примерно есть то есть это такие переходы голубоватый зеленый сиреневый очень модный цвет был подводки уже к сожалению она засохла и это у меня был то 04 можно и наверное так вот по fit colors найти и эта подводка по моему не заявлено водостойкой русского здесь ничего нет текста обычная подводка но у нее идет тонкая кисточка кому удобной кисточки то советую кому нет то сложновато будет и давайте покажу мою соч в один слой она такая довольно полупрозрачная что мне не очень нравится вот видно но оттенок дает интересный в принципе можно и наслоить просто она уже испортилась плохо ложится но думаю что если кто-то еще возьмет у меня ее может еще есть что-то поделать сама подводка там есть она такая в принципе есть мне не очень нравится ее консистенция видите такая полупрозрачная хотелось бы более какую-то плотно так цвет очень красивый я ее использовала я наносила допустим черную стрелку или коричневую сверху на нее вот эту подводку как второй такой привлекающий внимание слой в общем до этого она была неплохая и базовую подводку я буду отдавать до в зачистке она у меня это от фаберлик пользовалась не очень много цвет в принципе неплохой это 55 622 оттенок у нее я не помню то ли бронзовый то ли коричневый но она выглядит тоже с кисточкой кстати да и такой давайте сделаем оттеночек такой в один слой видно что намного плотнее ложится выбирали хотя цена до этой в два раза дороже это была 400 рублей это 200 то есть от цены качество не всегда зависит эта серия glam ice покажу так и там много подводок разных но мне хотелось дневной вариант она для этого хорошо подходил но подводка тоже не является водостойкой может отпечатываться в течение дня подстираться в уголках глаз и вне небольшие сейчас я второй слой нанесу есть блёсточки такие ну в принципе смотрится хорошо как на дневной так и на вечерний макияж если вы не любители черной подводки хочется что-то помягче на повседневность в офис допустим то я советую вот эту подводку советую к ней присмотреться она хорошая и от faberlic недалеко отходя от темы достала я этот блеск и все-таки у него испортился привкус аромат вот такой он был давно faberlic в компании у меня это так а тут по моему у меня даже не осталось уже никакого опознавательного знака 40 956 вообще приятный такой цвет бежево-розовый сочи вам сейчас сделаю вот такой спонж и цвет вроде бы сейчас такой на камеру яркий да но на самом деле приятный такой бежево-розовый видно что он растекается он изначально растекался поэтому не долго лежал и какой-то не совсем равномерно можно добавлять на карандаш на серединку например губы но как-то чтобы для этого так еще может нормально это конечно вот это танцы с бубнами что он растекается это не очень удобно аромат у него к сожалению изменился изначально был очень приятный и вот еще раз покажу вам цвет сейчас больше как краснинку но в жизни чуть более розоватый идет цвет розово-бежевый но довольно насыщенный такой есть и последний продукт с которым не попадают зачистку уже очень долго я им пользуюсь наверное год это наверное за последнее время одна из моих самых любимых баз под тени я могу посоветовать видно насколько она уже у меня потрепана вот ее я буду выбрасывать потому что там продукт уже мне кажется закончился это prime me от пупа база это я не считаю что бюджетно наверно ближе к дорогим стоит она где-то в районе 800 рублей ну она этого стоит потому что у меня она долго была открыта она может быть 6 месяцев у меня она по-моему была дольше открыта и это база для теней то есть для подготовки века она очень хорошо распределяется ее не видно она приятная с ней тени действительно дольше держится и у нее спонж удобный давайте здесь вам сделаю сводж тут она практически сливается сразу с тоном кожи сначала такая бежевая превращается в пудровую абсолютно незаметно но хорошо продлевает стойкость макияжа я их тоже кого-то из девочек блогеров насмотрела и мне она понравилась буду я добавлять дальше продукты это все что я убираю с проекта это что я добавляю это кремовые текстуры то есть вот такое вот я хочу добавить себе новый для меня новый не так давно показывала в покупках скульптор от белор дизайн у меня это в тони 2 он уже от мая идет 24 года но срок у него долгий до ноября 26 почему мне понравился у него хороший оттенок он быстро распределяется перед пудрой моего наносим то есть нанесли сначала тональный крем либо ccb потом вот этот потом у меня дальше идет кремовая коррекция покажу я ее добавляю и жидко и потом уже вы наносите пудру принципе меня этот способ получился давайте вам сводч сделаю холодный коричневый приятный такой можно наверное даже в качестве кремовых теней его использовать но не пробовала например если кисточкой наносить но такой интересный всего я покажу сколько потому что берем на проект это я уже им попользовалась в принципе я им пользуюсь сейчас часто мне он понравился его я добавляю к нему в компанию в пару я добавляю румяна у меня есть на проекте обычно сухие румяна кремовых нет этот тинт я использую в качестве румян как и советовали девочки по моему девочек с ютуба я у кого-то насмотрела именно их это лавель pink and go да цвет cream тинт то есть кремовый тинт можно его использовать для губ для щек так я не для губ для век так я не использовала 0 1 оттенок у меня это и это кремовый румяна тени для века помада для губ годен до девятого двадцать шестого то есть довольно долго я возьму на проект потому что говорю хочу такую кремовую жидкую коррекцию дальше практиковать сейчас ее прекрасно делал мне она нравится наносится как раз такой полосочка который распределяется либо пальчиками либо спонжем кто-либо кистью спонжем я обычно не пользуюсь я распределяю либо пальцем либо кистью смотрите какой цвет в принципе можно сделать насыщенный ярко-розовый можно сделать такой прям припыленный многовато я нанесла сейчас но для свотча подойдет и к этой же коррекции кстати вот тинт вот он остается его потом будет очень сложно стереть вот с пальца из руки но так как хотел вам показать так как добавляют то нужно я думаю что сделать было свотч и вот третий продукт вот такой вот то что я покупала там по моему по крайней мере вот эти два я покупала вместе в улыбке радуги это продукт для ну как хайлайтер даже такие шиммер для лица и тела как хайлайтер используется давайте на другой руки покажу спонж тут идет и посмотрим сначала по моему я когда и покупала на этой руке тоже показывал тут у меня прошу прощения счете ничего не заживать вот такое он золотисто-розовый и если его немного наносить немножко то в принципе хорошо подсвечивает кожу такое как бы сияние изнутри у него приятный аромат и этот я брала за 429 рублей по моему он улыбке радуги дешевле чем на вайлдберрис там вроде 450 или 460 рублей но разница не особо большая можете в принципе его и на вайлдберис приобрести если увидите хороший он идет двух оттенках первый золотистый я взяла вот этот который такое да вот сейчас покажу вот смотрите при распределении розовое золото очень красиво по моему так и называется на rose gold у меня то 02 оттенок его можно использовать на лицо если вы пользуетесь на тело на ключице допустим да можно его использовать там на какие-то еще участки которые хотите посветить на лицо я имею ввиду не только на эти зоны на на любые в общем зоны которые вы хотите высветлить можно использовать на тело на ключице допустим еще куда-то там на плечи то есть в принципе вот не особо он уж так сильно в глаза бросается очень деликатный как мне хайлайтер красивый и вот это эврин серия варьете так меня вот отправляет уже в какой-то праздник поднимает настроение мне очень нравится этот жидкий продукт но все равно я закру закрепляю на лице допустим либо пудрой с сияющим эффектом который у меня осталось либо обычной пудрой то есть варианта там два ну и вообще если говорить о закреплении макияжа я хочу добавить себе эту штучку которую я практически не пользуюсь и добавлю на проект думаю что буду пользоваться это я все-таки отнесу к декоративной косметики от инфлюенс бьюти фиксинг спрей то есть фиксирующий спрей когда мы уже весь макияж сделали мы его хотим закрепить увлажнить кожу чтобы она лучше выглядела и для этого нужен этот спрей у меня давний с ноября 23 года открытым он может быть 12 месяцев не помню куда он был открыт поэтому я его как фиксатор спрей да буду использовать просто как освежение в течение дня в общем я его добавляю на проект и надеюсь что будем пользоваться любом случае там уже будет видно пока он у меня будет на проекте спрей имеет такую наверное не будет видно какую какую дисперсию мелко-мелко дисперсный приятный аромат у него очень и немножечко есть липкость но совсем немного в принципе хороший приятный его много хвалили я выбрала вроде бы как насколько я помню что на магазине либо на ватберес я уж не помню у меня он по срокам идет поэтому я его добавляю объем 110 миллилитров и старше у меня вот пока так мало но планирую пользоваться надеюсь что пойдет получше ну и последние два продукта для губ я хочу добавить как наверное заметили пока я не добавляю тушь на проект я пользуюсь тушью которая у меня есть у меня сейчас есть в использовании две туши и наверное в декабре добавлю какую-то тушь решу какую из них потому что пока не знаю как именно на проект буду потому что у меня есть два варианта оба свалберес их уже я вам покажу в следующий раз в следующем видео ну такого же формата да то есть когда буду показывать project п добавляю два продуктика один куплен магазине другой заказ в адрес вот этот бальзамчик добавляю шоколадный марка чембери по-моему да называется вот она я его не искала честно скажу на в адрес можно посмотреть либо на зоне я не искал я взяла его в магазине за 170 рублей в принципе приятный хороший бальзам я его попробовал на три месяца всего лишь вот срок годности поэтому я выберу на проект и буду им с удовольствием пользоваться с таким приятным ароматом шоколада 5 миллилитров у него запах у него такой какао шоколад и риски мейлера вот что-то такое не скажу что прям натуральный шоколад скорее больше как какао ну очень приятненький вкусненький желтый стик весь это покажу вот весь я пользуюсь активно я попробовала на ночь к сожалению он очень слабоват на ночь у меня идет час другой он у меня уже на проекте есть от белару дизайна белорусский и этот я беру на день то есть в течение дня когда например у меня выходной губы сушит конечно же сейчас очень сильно потому что в помещении холодно на улицу холодно на улицу я его тоже не наношу хотела я вам сейчас показать чтобы замчик зима но пока наверное на ноябрь я бальзамчик зима тоже добавлять пока ну показывать не буду все-таки в декабре уже покажу у меня будет заказ faberlic видео не знаю сегодня если успею запишу если не сегодня то на днях обязательно покажу у меня заказик маленький очень но там есть пара тройка новинок там есть бальзам зима его я пока не добавляю еще раз говорю наверное добавлю в декабре ноябрь такой переходные и пока вот может мне даже и этого хватит у меня еще там банановый есть я его тоже на улицу иногда использую но еще хочу добавить я масло для губ хочу вот это масло добавить которое у меня было из wild berries vivienne sabo масло новая формула это лаванда 06 хорошее приятно масло у меня сейчас тоже еще одно масло было куплено вчера новое но его я пока тоже не добавляю на проект буду пользоваться вот этим маслом и вроде бы на проекте а у меня не помню даже есть масло или нет надо будет пересмотреть потом как-то то длинное видео посмотрите если там именно масло помады как вы видите я пока никакие не добавляю что еще блески тоже нет и ничего пока не убираю не добавляю пользуюсь тем что есть вот маникюр новый показывал бантики вот пытаюсь сейчас второй день носить привыкаю к ним они разные немножко но сиреневая лавандовая такой маникюр получился этот раз здесь что интересное сводча давайте еще раз я покажу видео я хотела и планировала небольшое на 20 минут в принципе так оно и вышло всем желаю отличного настроения хорошего продолжения осени подписывайтесь на канал выставляете колокольчик чтобы не пропустить мои новые видеоролики впереди у меня будет и заказик и покупочки и заказики с вас берез все у меня будет обязательно также планирую я снова зарегистрироваться в иван точнее уже зарегистрировалась в октябре в ноябре буду делать заказ арифлэм я пока пропускаю фаберлик не знаю может что-то маленькое будет тоже покажу всем желаю отличного настроения всем удачи и всем до новых встреч